Здравствуйте, в эфире программа специалисты о первичке в студии Екатерина Семченко. Центральный район Петербурга это территория преимущественно элитного жилья, однако сегодня здесь появляются более доступные предложения в новостройках. Об этом мы побеседуем с руководителем консалтингового центра петербургской недвижимости Ольгой Трошевой. Здравствуйте, Ольга, и сегодня мы поговорим о самом элитном районе и самом знаменитом центральном районе Петербурга. Скажите, пожалуйста, строят ли новое жилье здесь в центре? Да, конечно же, строят. Объем предложения в последнее время можно отметить, что даже увеличился за счет определенной территории развития, развития московской товарной. Компания «Ленсопсмон» начала развивать эту территорию с проектом царской столицы. Ну а в целом, конечно же, район развивается в сегменте элитного жилья. Бизнес-класс есть определенные объекты, большая часть, так как есть виды, есть парки, набережные. Конечно же, это основное предложение. Сейчас порядка 10 жилых комплексов. Предложение свыше 380 тысяч квадратных метров строится или построено, но в реализации находится. Ну и если говорить, то на уровень объема предложений приходится порядка 7% от общего предложения в Санкт-Петербурге. Соответственно, где-то такая же доля приходится на уровень спроса. То есть интерес к жилью в центральном районе, именно в новостройках, центрального района есть у покупателей? Да, конечно. И помимо, если мы уточним, что в последнее время действительно появились объекты более доступные по цене, объекты комфорт, бизнес-класса, потому что все-таки центральный район больше ассоциируется с элитным жильем, и действительно много предложений ранее было, и развивался район именно в этом направлении. Но вот с появлением определенных там развития локаций появилось предложение, где уровень средней цены там 115 тысяч за метр квадратный, конечно же, это привлекло определенную категорию покупателей, которые хотели жить в центральном районе, но по бюджету там в элитном классе, конечно же, они не могли рассматривать предложение, но от уровня там 4 миллионов квартир могут рассмотреть в определенном появившихся новых территориях объектах. То есть сегодня у покупателей появилась надежда жить в центре, при этом не заплатив огромные деньги? Да, но нужно понимать и плюс, и минус этих территорий. Это там, например, Московская товарная, понятно, что территория там сопряжена с определенной там локацией, да, граничащая с определенными территориями. Ну, такой покупатель смотрит на перспективу, потому что, конечно, все комплексные проекты освоения в перспективе по завершению строительства они преобразуются, да. Ну, какие-то негативные факторы, может, от соседства там железной дороги, да, могут быть, и нужно понимать, почему такая цена на определенный проект в центральном районе. Вот, понимая, что есть при этом, да, есть определенные объекты, может быть, недалеко, в локациях, соответствующих уже другому классу, другой цене. Понятно, что центр – это, ну, практически все памятник, да, и тоже очевидно, что жители центра часто сталкиваются с нехваткой социальной и торговой инфраструктуры, может быть, даже главным образом. Не хватает, там, не знаю, больших гипермаркетов, к которым привыкли жители окраинных районов. Как-то может здесь измениться ситуация? Будет ли что-то развиваться? Ну, такие моменты, как развитие, например, гипермаркетов, сложно предположить, потому что нужно понимать, где их разместить, а разместить их в некоторых локациях просто негде. Конечно же, покупатель элитного сегмента не задумывается, наверное, об этом. Это не первый вопрос, где он будет покупать что-либо, да. Ну, а вот для жителей, может быть, каких-то более массовых проектов, комплексов, освоения, ну, наверное, в части жилого комплекса могут предполагаться какой-то формат коммерческих помещений, может быть, не глобально каких-то там гипермаркетов, но размещение во встроенных помещениях каких-то обслуживающих, необходимых для магазина первой шаговой доступности. Ну, и в частности, даже в небольших домах такие, конечно же, появляются помещения, но говорить о масштабных каких-то комплексных проектах, они есть, вот они были, да, появился стокман, появилась галерея, ну, вот что максимум можно, да, там, предусмотреть, да, какие-то объекты, они появляются. Но территорию нужно понять, что она застроенная, она исторически сложившаяся, очень много памятников, и все мы, наверное, привыкли выезжать куда-то, да, там, приобретать товары, закупаться и так далее. Поэтому здесь, наверное, вопрос не главный. Вопрос социальной инфраструктуры для семей, да, для покупателей с детьми, конечно же, он, наверное, более остро стоит, и тут вопрос, он, как и везде решается. То есть, либо есть возможности в близлежащей территории ориентироваться на садики, когда нагрузка минимальна, например, и есть места, ну, конечно же, это не всегда решается таким образом. Либо уже застройщик в планы строительства, если он достаточно масштабный, там, не является, там, клубным домом, обеспечивает за счет возведения этой инфраструктуры в комплексных проектах, например, тот же, там, Московское товарное развитие царской столицы. Есть ли у центрального района перспективы для возведения нового жилья? Могут ли появляться еще или уже все, что можно было использовать, застройщики уже использовали? Это, конечно же, проекты есть, и, в частности, опять же, ну, основной объем это бизнес и элитный сегмент развиваться будет в ближайшей перспективе, ну, например, мы с Этл Сити компания открыла продажи в объекте дом на Кирочной, ну, клубный дом, представляет, безусловно, сегмент, элитный сегмент. Есть уже объекты, которые на старте уже строятся, например, Смольный парк или Смольный проспект, да, компаний, различных компаний, где продолжается строительство. Есть новые проекты территории, которые подвергаются редевелопменту, то есть был какой-то промышленный предприятие, например, автопромышленный, например, будет новый проект, там, у компании «Возрождение», «Короленко» и «Басковый переулок», планируется уже полученное разрешение. То есть есть территория, потенциал, но, может быть, он не такой масштабный, и, конечно же, если говорить о самом доступном предложении, это сейчас вот территория Московской товарной, которая, ну, подчеркну, например, сегодня там квартиры, там, можно, 4 миллионов, там, базовые цены предложений. Начинаются объекты на высокой стадии готовности. А есть еще какие-то территории, вот, Московская товарная, которые дальше будут развиваться, или вот это проект, который был... Ну, есть перспективные территории, которые сейчас, наверное, сложно сказать, что вот это в ближайшее время, там, например, там, Буткинская больница, которая соседствует, да, есть проект по переводу, есть, и эта территория освободится. Другой вопрос, как она будет развиваться, да, когда будет развиваться. То есть есть вот эти площадки, такие территории, есть какие-то, может быть, они не такие большие, но тоже, как бы, связанные с возможностью возникновения новых проектов. Но масштабных, наверное, не так много, наверное, вот, из основных, это территории, которые сейчас получили развитие. Я благодарю нашего эксперта за беседу. Напомню, в нашей студии была руководитель консалтингового центра «Петербургская недвижимость» Ольга Трошева. «Петербургская недвижимость»